Короче, да погнались. Да, погнали. Валера, привет. Привет, Вань. Как видите тебя? Давно не виделись. Давно не виделись. На самом деле давно. Да. Хочу вам представить очередного моего сегодняшнего гостя. Всем привет. Его зовут Валера. Мы с ним много-много-много лет назад работали вместе в одном прекрасном заведении. Было дело. Сейчас попозже о нем расскажем. На данный момент мы находимся в ресторане... Ката-ката, правильно произносить. Пещера, звезд, что-то я вот так... Пещера, австралийская пещера, где звезды отдыхают днем, когда они не на работе. А, на Падрик. Да. Так. Расскажи в целом о ресторане, что он вообще... Небольшой такой, но очень уютный. Ну да, это второй проект Глены Балеса как ресторатора собственный, то есть не в рамках Lucky Group. У него много проектов с Lucky Group с ребятами, он выступает там в качестве бренд-шефа в этой компании. Здесь он пробует себя сольно в качестве ресторатора. Есть первый проект здесь же на Патриаршах Сангра Фреско. Туда, если мы пойдем по диагонали Вермалаевске, мы придем туда. И это его второй проект. Если в двух словах отображать личность Глена, как австралийца, по этому меню получилось таким же. Это про чистый продукт, про чистый вкус, минимализм. То же самое в интерьере. Здесь максимум природных материалов, натуральных оттенков. Вообще-то ресторан про пикник под открытым небом. Вроде бы получилось красиво. Наверное, наши зрители не видят полностью интерьер сейчас. Только его маленький кусок, может быть, потом отдельно сделаешь. Да, строились долго, тяжело, работаем. Пока все классно. Гости довольны, их много. Ровно месяц назад, 4 июля. На мой день рождения. На твой день рождения получается. Супер. Самое главное, что люди счастливы, они приходят. Самое главное, что они возвращаются. Это самое важное для ресторана, мне кажется. Для ресторана у меня даже раньше канал назывался «Приходите к нам еще». Потом я чуть переосмыслил. Приходите к нам еще, да, это очень хорошая тема. Я когда работал еще управляющего в проектах Лаки, я говорил гостям на выходе «До завтра». И иногда это срабатывало, и люди действительно на следующий день возвращаются. Я когда в караоке так говорю, мне гости говорят «Нет, нет, 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 только не до завтра». Только не до завтра, потому что до завтра у нас будет под хвили, да, и мы еще не готовы. Все равно завтра приходят. Как вы познакомились с Глендом Балис? С Глендом мы познакомились. У тебя там сейчас классный бэкстейдж. Ресторан готовится к открытии, поэтому это технические моменты, это нормально. Увидим жизнь ресторана изнутри. С Глендом мы познакомились ровно пять лет назад, когда я работал в Лаки Групп. Началось с того, что Дмитрий Романов, ныне уже ресторатор, тогда был управляющим Маргаритой Бестро. Он искал себе зама. Мне попалось случайное это объявление на Фейсбук. Я на него откликнулся. Он пригласил меня на встречу, мы пообщались и решили вместе поработать. То есть изначально планировалось, что я буду его заместителем. Но случилось так, что уже готовился Лаки из Акая Бар к открытию. И им и учредителями было принято решение, что я не нужен в Маргарите, а я пойду открывать новый проект. Так я стал его заместителем на проекте Лаки из Акая. И, соответственно, начал работать в Лаки Групп, бренд-шефом проектов которых уже являлся Гленд Балес на то время. Мы нашли, мне кажется, сразу как-то общий коннект с ним, потому что он безумно классный мужик. Я его люблю, уважаю как руководителя и как человека. И он тоже рок-н-ролльщик такой немножко в душе. Он в молодости, в прошлом в Австралии футбольный хулиган. Он такой прям нормальный свой мужик. И как-то мы с ним сразу законнектились. Проработали с Лаки над тремя проектами. Это был Лаки из Акая, это был Лора и Коджа. Потом я ушел из компании. Год я работал с другими ребятами. Я строил проект долго, который, к сожалению, не достроил. Он открылся, но уже не под моим управлением. И после этого я решил, я набрал его и говорю, Глент, есть что-то для меня. И он такой, да, давай работать вместе. Как раз стояло это помещение в Казихинском переулке, где мы сейчас сидим и находимся. Который впоследствии спустя год стал рестораном Ката-Ката. Давай тогда вернемся и откатимся к истокам еще, наверное, до баржи. Как ты вообще впервые попала в ресторан? Потому что у каждого человека, который работает в нашей сфере, это какая-то особая история, какая-то там невероятная. Все, как правило, случайно попадают. Вряд ли кто-то целенаправлый попадает. Да, и я не стал исключением. Я попал в эту сферу абсолютно случайно. Я как раз был уверен, что ты мне задашь сегодня этот вопрос, когда гладил одежду утром, собираюсь на нашу встречу. И я попал туда в 17 лет. Это был прекрасный город, туда, вот в это вот, во все. В своем родном городе Сергий в Посаде, откуда я родом. Я тогда еще жил там с родителями. И мне нужна была просто банальная подработка. То есть я закончил школу, я не собирался никуда поступать. У меня нет высшего образования до сих пор. Не знаю, это как преимущество, как и недостаток, но не мешает это точно жить и строить карьеру сейчас. Там Стив Джобс, кто там, те, кто не доучились. Максим Горелик, много известных людей, да, и не имеют его. И банально тогда это была куплена газета, знаешь, такая вот с объявлениями. И там было найдено объявление, что требуется, как сейчас помню, кафе называлось Венский сад. И туда требовались сотрудники. Я пришел туда, ко мне вышла хозяйка, прям хозяйка кафе. Я говорю, мне нужна работа. Она говорит, что ты умеешь? Я говорю, ничего. Она вот так открыла кухню, дверь на кухне, крикнула, девочки, вам нужен кто-нибудь? Она говорит, нам нужен чувак мыть посуду. Она говорит, а будешь мыть посуду? Я говорю, сколько денег? Она мне сказала, 300 рублей в день. И на следующий день я вышел на работу. И, наверное, около года я там проработал, пока мне не стукнуло 18-е своего совершеннолетия. После чего я видел, что в зале работают девчонки, явно они зарабатывают там больше денег, чем я на кухне там со своими 300 рублями в день. Я решил, что мне надо тоже работать обязательно официантом. И мое первое место, где я прям работал официантом, это был клуб «Зона», метро «Автозаводская». Если ты помнишь, был какой? Конечно, я же ходил. Да, такое развеселое студенческое место. Вот там я начал работать в Москве, можно сказать. По флайерам из университета. Флайеры, студенты, вот это все там, текила по 200, пьяные среды какие-то, там что только не происходило, конечно. Было весело. Мыши под полом. Крысы, да, в полу, вот эти вот знаменитые официанты. И мы работали в тюремных робах, вот в этих полосатых шапочках таких. Вопрос, который сильно, короче, поставил в неловкое положение Дэна. Я поэтому его решил... Давай, попытайся смутить меня. Самый большой чай, работая официантом, когда ты... Я помню эту цифру наизусть. Самая большая чай – 160 тысяч рублей за вечер. Я заработал в клубе «Фэймос», пришли гости, они посидели ровно 30 минут, чувак мне оставил эти деньги и просто ушел. Это была пачка тысячных купюр. И я такой держал... Да, оказалось, что это очень много денег. Я держал их в руках такое, что мне делать с этим. Не, ну это много. Это действительно много. Это был 2008 год, и это было 6 тысяч долларов, в принципе. Сейчас, ну, если перевести на нынешние деньги, это пол... Да, это полмиллиона рублей примерно, наверное, на наши деньги сейчас. И включи все индексации. Не смутил, видишь? Да, не вообще. Шалантин завис, короче, на секунду такое, типа, так-так-так, 35. Я говорю, что ты пиздишь? Что ты пиздишь? Вот. Что происходило после баржи? То есть вот в барже мы с тобой вместе были, потом, я так понял, случилась рублевка. Да, после баржи как раз случилась рублевка. А, нет, после баржи случился дюран-бар. А, да, точно. Это последнее как раз место, где я работал официантом, где, наверное, я зарабатывал вот прям действительно большие деньги вот в этой стезе, потому что тогда чаевые, наверное, были, ну, за два рабочих дня за уикенд, пятницу, субботу было порядка 40 тысяч. За два дня, что тоже было неплохо по тем временам. Это было прям нормально. Но тогда именно... Я вспомнил, когда ты пришел, ты еще же стажировался в дюране и работала у нас. Дорабатывал, да. Да, и говоришь, там, типа, ну, стажером скидывают, типа, 10. Да, я помню, в мой первый стажировочный день мне дали там 10 или 15 тысяч рублей, действительно, я такой, типа, окей, если так зарабатывают стажеры, то сколько заработают официанты. И я туда ворвался. И там как раз я понял для себя, что я начинаю уже переступать, вот знаешь, через свое какое-то внутреннее, что я больше не хочу, не готов работать официантом. И я понял, что, ну, раз шетосфера меня поглотила, да, и там полжизни в ней проведено, то ничего не приходится делать, как строить в ней карьеру. И я, ну, решил, что надо идти... Ну, следующее звено – это менеджер, да, следующее ступень. Через него никак не перешагнуть. Через него никак не перешагнуть, никак от этого не избавиться, а муха прилетела или оса какая-то, оса. Вот. И я понял, что надо работать, надо делать карьеру, и как раз... Здрасте. Кстати, Оксана Галкина, помнишь, Краснодара была управляющей, она взяла в управление проект на Рублевке в Жуковке, в деревне, и ей требовался персонал, и я ей просто написал, говорю, бери меня менеджером. Я ничего не умел, у меня не было опыта абсолютно ноль, просто она такая, наберешь команду официантов, выходи менеджером, и так все случилось. Прикольно. И там мы проработали два года без малого. С Аксеновым, Сашей. С Аксеновым, Сашей, да, там с бывшими... Мы набрали всех своих друзей, просто на самом деле на работу, просто, чуваки, новый ресторан на Рублевке, приходите, они такие, окей, пришли. В принципе, они там нормально зарабатывали деньги, и вот два года мы там проработали, после чего я вернулся в Москву. Мы с Шарами тогда приезжали к вам. Да, 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 ты украшал нам, декорировал какие-то мероприятия, и после этого я вернулся уже в проекты в Москве, я работал с Перельманом в iLikeWine 2.0, я работал в Mercedes-Barre с Гинзой, как раз я застал там чемпионат мира по футболу, который проходил в России, было тоже весело достаточно. И после этого я попал в Lucky Group, в объятии Дмитрия Романова. Назову это так. С какой знаменитой личностью ты можешь себя сравнить? Ты человек харизматичный, поэтому этот вопрос себе актуален будет. Вот это сложный вопрос, известная личность с какой-то звездой. Кто на слуху? Может кто-то из нашей сферы, например? Ты знаешь, мне все друзья всегда говорят, и близкие люди, что я рок-н-ролльщик, и вот, наверное, в жизни моей очень много музыки, и я связан с этим, там есть хобби, собираю виниловые пластинки, я их свожу и так далее. И вот, наверное, давай кого-нибудь из музыкантов назовем, пусть это будет Дэймон Элборн, создатель Blur и Gorillaz. Вот почему-то, глядя на него, во-первых, я, наверное, в его возрасте буду выглядеть так же плохо, как он из-за алкоголя, скорее всего. Это первое. А второе, мне очень близко то, что он делает, по настроениям, по разноплановости. То есть это всегда разный, это всегда эксперимент, я, наверное, такой же, то есть я меняюсь, как его музыка, вот, наверное, почему-то он мне приходит в голову. Я, на самом деле, тебе по-доброму завидую в некотором плане, потому что ты можешь вот так, тут поработал, там поработал, здесь опыта набрался. Я в этом плане, мне очень тяжело, короче, переходить. Ты за стабильность, да, всегда? Вот я 7 лет сейчас в одном и том же месте, мне все нравится, мне все круто. Я понимаю, что я уже, это, такой, чуть-чуть плесенью покрываюсь. Покрываюсь, да, есть такое. Поэтому, вот, как я тебе говорил до этого, сейчас открываемся в что-то новое. Я сейчас пытаюсь понять, сколько максимум я работал в одном, прям, вот, заведении, в одном ресторане, если взять. Наверное, два года, вот, Рублевка, это был самый долгий мой срок. Я не сторонник менять работу каждые три месяца. Есть такой пул официантов, да, которые... Гастролеры. Гастролеры, да, мы их тоже так называем, которые стремятся за какой-то легкий, быстрый, наживый, которые перемещаются из заведения в заведение, из нового там открылось, тут сейчас будет на тысячу больше. Я никогда так не делал, я тоже всегда за стабильность, собственный комфорт. Ну, год в среднем нормально. Что? Год нормально в среднем. Год нормально? Ну, вот, в Лаки Групп, как компания, я проработал 3 года, но у меня было 3 проекта, поэтому не знаю, считать это как одно место. В целом, это была одна контора, одни учредители, один офис, делал 3 проекта, и картинка менялась в целом. Поэтому я люблю свою работу за то, что именно проектный менеджмент, я ушел от управления линейного, потому что, ну, вот рутину как раз эту, сидеть много лет в одном месте, я не люблю. А здесь всегда разные проекты, разные стройки, разные локации, разные подрядчики, всегда какие-то челленджи, всегда трэш какой-то происходит. В общем, в целом, эта работа получается... Проблемы падают сверху, и ты их начинаешь... Да, и получается нескучно, работа получается разносторонней, в этом прикольно. В детстве был у тебя какой-то пример, когда там, я не знаю, постер на стене висел, кем бы ты хотел стать? Вообще стал ли ты тем, кем хотел стать? Слушай, я не знаю, стал ли я тем, кем хотел стать, наверное, нет, потому что в детстве, как многие, наверное, я мечтал о карьере дали, я мечтал стать актером, и даже там недавно, если ты следил, что там вроде, да, у меня даже был недавно опыт в театральной школе, Гоголь, идеально, я всем рекомендую, это никак не поможет стать актером, никакой карьеры вы в этом не сделаете, но как экспириенс, как инструмент, чтобы понять себя, это очень круто, и это безумное раскрепощение, в частности, там, знаешь, для работников нашей сферы, это, наверное, будет полезно, потому что там очень много про психологию, про тело, про пластику, про мозг, и это очень круто, помогает тебе стать смелее, ну, может быть, полгода назад я бы отказался сидеть вот здесь с тобой, я бы, возможно, просто реально тупо стеснялся, это правда, я бы, что тупо тебя реально раскрывает, и ты становишься смелее, у меня вчера была фотосессия, короче, я вот, я говорю, ну, типа, как ты подвигаешься, я говорю, да, да, вот эти всегда, знаешь, у меня проблемно было всегда, если сейчас говорить про нашу сферу, про работу, я стеснялся проводить собрания, я боялся на больших собраниях в том же Лаки Групп, когда сидят там 10 управляющих, все учредители и прочие департаменты, у нас были еженедельно огромные собрания в офисе, человек на 20, там по 5-6 часов мы сидели, брейнстормили, и каждый управляющий должен был выступать, у меня дрожал голос, тряслись руки, я прям через это все проходил, сейчас я понимаю, что это вообще ерунда все полная. С камерой тоже, это вот у меня была проблема. Да, снять видео, кружочек даже в Телеграме, я стеснялся, я не мог отправить, там, не знаю, какой-то девочке, с которой мы общались, там, параллельно, я стеснялся голосовые сообщения записывать, это все реально было, и сейчас все как бы позади. Про что мы немножко ушли? А, про... А, старый ты кем хотел стать? Кем освещались в детстве, да. В детстве у меня висели постеры Продиджи на стене, немножко Мэрилина Мэнсона, вот, ну, то есть, да, я думал, что я буду либо рок-звездой, либо актером, ни тем, ни тем я не стал. Я рок-звездой в какой-то степени стал. Ну да, друзья же говорят, вот, поэтому чуть-чуть, наверное, я немножко по этому пути иду, хотя бы с точки зрения хобби, вот, ну, кем стал, тем стал, знаешь, что выросло, то выросло, в целом я не сильно, что обожалуюсь. Но какие мои еще годы, еще я думаю, что все впереди, посмотрим, куда меня этот путь проведет. Знаешь, как самурай, цели нет, просто есть путь, который ты проходишь, как-то так у меня получается. Потому что конечная точка мне непонятна до сих пор самому, я не знаю, что там дальше, правда. Ну, особенно в нынешних событиях, вообще непонятно, что там дальше будет. 100%. Главное, всем выжить нам. Мне кажется, сейчас это основная цель у всех. Почему бы ты научил своего ребенка, какие наставления бы дал? Хороший вопрос. Я как раз начал задумываться о детях, потому что, как бы, время тоже идет, уже 36 годиков. меня не тикают, но у женщины они обычно тикают. А своему ребенку я бы научил, в первую очередь, доброте и честности. Потому что я считаю, что в человеке это самые два важных качества. Важно быть добрым к окружающему миру, к людям, не важно, кто они вокруг тебя и к себе, наверное. И то же самое про честность. Если ты наебываешь себя, то у тебя вообще ничего никогда не получится. Это очень важно не наебывать себя ни в чем и быть честным с окружающими. То есть, честно задавать себе вопрос, а устраивает ли меня это сейчас? Нужен ли человек со мной рядом? Люблю ли я, эту работу? Хочу ли я сюда ходить? Зачем я проснулся сегодня утром? Когда ты отвечешь себе на все эти вопросы, у тебя все круто будет, все получится. Ну, здесь нам в помощь тем в психотерапии, в которой я год уже. Я пока еще нет. И крайне всем рекомендую на очень много вопросов тебе это позволяет ответить. Очень важно не наебывать себя. Вот это ключевое. Вот это я бы научил своего ребенка с самых первых лет, наверное, жизни. Встретив себя в юном возрасте, какие бы ты советы дал, чтобы, может, ты справил бы... Я бы сказал себе, будь смелее, не бойся ничего. Потому что очень много возможностей в свое время я не использовал именно из-за страха, из-за неуверенности в себе, из-за каких-то комплексов, да, что не получится. Не знаю. я периодически рассказываю эту историю. У меня был яркий пример. Мы работали с девчонкой, у которой были какие-то много завязок на телевидении. И она... Ну, у меня всегда было вроде бы неплохо с чувством юмора. Она в какой-то момент подошла ко мне и говорит, Валер, слушай, ты такой вот веселый чувак. У меня есть друзья, которые делают КВН. На первом канале КВН, когда это был крутой КВН, когда мы его сами все смотрели. Не то, что говно, которое... Сеня там как рано, мы смотрели, а потом обсуждали на следующий день там лучшие шутки. А мне говорит, давай за деньги будешь там играть. И я... И мне стало страшно. Я такой, какой я, какой КВН, какой телевизор, и я ей отказал. Хотя после этого Инга ее звали, кстати. Привет, если вдруг она смотрит это. Вряд ли, конечно, но мало ли. Вот. И она действительно потом ее показывали по телевизору, и потом я понял, думаю, какой же ты дурак был. То есть моя жизнь могла бы сложиться там абсолютно по-другому. Камеди-клабы, где бы я сейчас был, получилось, как получилось. Вот поэтому, да, я бы сказал себе в молодости, в детстве, будь смелее, ничего не бойся, используй все возможности, которые тебе дает эта вселенная, точно. Это важно. Что тебе помогает избавиться от стресса, ну, кроме психотерапии, мы ее уже затронем. Да. Музыка, алкоголь, скажу честно. И магний В6. Алкоголь, и магний В6, нет, магний В6 я не пью. Слушай, помогают хобби. Музыку назвал, фотографировать на пленку, я люблю просто посланяться по городу, путешествия, а вообще от стресса, он зачастую же связан настолько с работой, ну, вряд ли мы все стрессуем, сидя дома на выходном, поэтому уметь отключаться и переключаться, я раньше этого не умел, в последние пару лет я этому научился, не брать работу домой. Чат оглушить. Глушить чат, не отвечать на звонки инвесторам в выходной день, поначалу тебе страшно это делать, думаешь, да что же обо мне подумать, потом, ну, нет, у меня выходной. Как когда-то хороший, кстати, пример, мне когда-то сказал об этом Дмитрий Романов, как раз Lucky Group, он такой, это будет грубовато, немножко сато, и я отвечаю на чат, когда иду срать в выходной день, потому что я могу заниматься всем, чем угодно, я могу спать, я могу трахаться, я могу быть в бане, и во всех этих ситуациях мне неудобно разговаривать по телефону, неудобно сидеть в чатах. Вот этому действительно я со временем научился, и сейчас там наблюдая на своих коллег, вижу, что многие этого действительно не умеют. И от этого ты стрессуешь, если там в свой выходной ты проводишь весь день на рабочих чатах, то у тебя ничего не получится, случается выгорание просто. В итоге ты начинаешь ненавидеть людей, свою работу, как правило, вы вот из этого просто люди увольняются, начинают менять сферы, а зачем, если тебе это нравится, если ты делаешь то, что любишь, просто надо это делать без ущерба для себя и своего ментального здоровья, ну и физического тоже. Как быть успешным руководителем в компании? Как быть успешным руководителем в компании, я не знаю. Обязательно узнаем. Можем спросить у управляющего Каты-Каты Максима, потому что я не знаю, как быть успешным руководителем. Слушай, да, наверное, не знаю, у меня почему-то все вокруг честности в последнее время. С людьми тоже надо быть честным. Если что-то идет не так, скажи об этом. Если ты где-то обосрался, скажи об этом. Признайся руководству в этом, если ты накосячил. Если что-то забыло, это повлияло на какие-то сроки-стройки, они попали там на лишний миллион рублей, ну скажи об этом. Ну, это как будто лучше, чем что-то скрывать, где-то хитрить, юлить, потом рано или поздно все равно все это всплывет, да, и лучше из этого не будет. Немножко плюсь из-за брекетов, надеюсь, это не будет видно, ничего не могу с этим поделать. Но у меня такая же проблема. Да. А еще губа не возвращается. Да, у меня как будто я нижнюю сделал, знаешь, в последнее время, я такой, но... Это модно сейчас. Это модно, да, это мейнстрим, но я сделал не за это, у меня был ужасный припус и зубы, если ты помнишь, у меня клыки торчали. У тебя клыки торчали, вот поэтому все за результат, эстетику. Как ты вдохновляешь коллектив на плодотворную работу, там, на пяти минутках какие-то, может, лайфхаки есть? Слушай, лайфхаков, наверное, каких-то особых нету, ну, все должно идти через позитив, как я считаю, и в частности, что мы транслировали, когда открывали Кату-Кату ребятам, мы даже назвали его проект про любовь. Вот проект про любовь, и это как будто любовь очень важная. Любовь к себе, любовь к месту, в котором ты работаешь, и любовь к гостям, потому что если люди, сотрудники, гости, руководство, неважно, чувствуют любовь, то все будет классно, все получится. И вот здесь Кату-Кату, она действительно про любовь, и мы это транслируем, и я это транслирую всегда, потому что, ну, без любви как можно быть счастливым человеком? Будьте счастливы, любить друг друга, все получится. Я говорю, несмотря на события, которые нас окружают в последнее время, начиная с пандемии. Да, с пандемии. Я думал, что пандемия будет страшна, но нет, так думали. Расскажи, пожалуйста, о подводных камнях, с которыми может столкнуться человек, работая в нашей сфере, прям вот, ну, начиная от официанта, менеджера, управляющей. Я думаю, что главный подводный камень, многие, я скажу так, многие романтизируют ресторанный бизнес, знаешь, посмотрев какие-нибудь кулинарные шоу на канале «Пятница», посмотрев документалки на Нетфликсе, как классно на кухне весело, как прикольно работать с лучшими продуктами в мире, кидать тарелки в мусорный бак, если блюдо не получилось, тебе взять ничего не будет, как классно питаться энергией от гостей, какой веселый молодой коллектив, наверняка тут на работе можно завести отношения, потому что мальчики, девочки, можно, у меня... три раза? Дважды. У меня три. У меня, да, ну ты знаешь, у меня был брат, там долгий, на работе мы познакомились, сейчас у меня отношения сложились на работе, кстати, в Ката-Ката, это опять же подтверждает, что проект про любовь, и я тут не единственный, хочу заметить, то, что поэтому, да, любите друг друга, действительно, на работе все будет хорошо, вот, и многие романтизируют это, приходят сюда и понимают, насколько это в самом деле жесткая и тяжелая сфера, как тяжело работать на кухне, как тяжело работать в зале 14 часов на ногах, гости могут быть не всегда приятными людьми, ну, есть куча как раз подводных камней, которые назвал, которые могут тебе такие показать, как на самом деле это сложно, и немножко опустить людей на землю, но если не бояться сложностей, как я считаю, и идти к какому-то определенному результату, то опять же, я, наверное, уже говорил фразу, что получится в целом, но да, просто надо понимать, куда ты идешь, если говорить про, что людям передать, чтобы они понимали, они должны четко осознавать, идя, работая в ресторан, куда они идут и зачем, как подработка, наверное, не стоит, я не рекомендую, ребят, идти на подработку сюда официантом, барменом, если вы не хотите связывать с этим свою жизнь, на таких 90%, на таких, в целом, 90%, поэтому мы имеем то, что имеем, мы имеем отсутствие профессионалов, мы имеем текучку кадров, и единицы, действительно, людей, которые любят индустрию, за которых все цепляются, которых все хантят из заведения в заведение, и которые при этом реально добиваются успеха, таких реально можно, мне кажется, на пальцы от моих двух рук пересчитать. Сколько людей, с которыми мы начинали, те, кто остались в сфере, очень мало, очень мало людей. И которые действительно стали какими-то, ну, хотя бы толковыми управленцами, кто открыли свое что-то, их еще меньше. Фильмы. Какие бы ты фильмы про сферу порекомендовал? Про фильмы, про сферу, слушай, классный сериал, как раз начал смотреть в прошлые выходные «Медведь». Я читал про него в журнале, в самолете летел, короче, и у него рекламу увидел. Вот, «Медведь» точно рекомендую, потому что первая серия, она настолько шумная, что как будто ты на смене самую жесткую запару. Я смотрел это на выходном, да, в какой-то момент мне захотелось это выключить, потому что я понял, что я не отдыхаю под этот сериал, как будто я где-то реально спустился на кухню. Но чуть дальше он развивается, раскрывается, он прикольный. Документалки Netflix вообще про еду. Там не будет про рестораны, но, кстати, там есть клевый же цикл «Шеф Тейбл», в том числе про Владимира Мухина есть серия про нашего. Вот там можно посмотреть, как работают лучшие рестораны планеты, как работают лучшие шеф-повара планеты, там действительно интересно. Там клевый цикл про уличную еду в Азии, клевый есть цикл, последняя тарелка он называется, «Ласт Плейт». Это что-то типа нашего на ножах, но снято в 10 миллионов раз круче. Ну и я думаю, что они изначально сняли, а мы уже аккуратно подрезали. И там действительно изначально лучшие шефы приходят и соревнуются между собой, то есть там можно посмотреть про работу с продуктом, профессионализм шефов, что они делают вообще с блюдами, про их креатив. В общем, да, туда вот Netflix, наверное, в эту степь. А эти как их меню... Меню еще не смотрел, меню не смотрел, точку кипения тоже не смотрел. Шеф Адам Джонс неплохой с Брэдли Купером, по-моему, если я не путаю сейчас название актера. Но фильмов не так много, как будто вот как раз сейчас начинают появляться именно какие-то сериалы и фильмы, и документалки в большей степени про сферу, потому что как будто ресторанный бизнес становится популярным. Вот у меня в голове. И работа в нем. У меня вау-эффект вызвал фильм «Меню». Я не буду сейчас спойлерить. Да, давай, не спойлерить. Мне его рекомендовали все посмотреть. У меня еще не дошли руки. Я до этого посетил гастро-ужины иммерсионные. Я был в красоте, а после этого посмотрел меню. И у тебя смейчилось. Такой последовательности это типа вау. Ты такой думаешь, блин, а что еще и так может быть? Класс. Вот. Все, больше без спойлеров. Хорошо. Последний вопрос из основного блока. Так. Потом Блиц? Потом Блиц обязательно. Хорошо, договорились. Если бы ты написал книгу, я думаю, что у тебя уже достаточное количество опыта, впереди еще большее количество опыта. Да. Как бы ты ее назвал? Как бы я ее назвал? Хороший, интересный вопрос. Как не погибнуть в 25 лет, может быть, почему-то это первое, что приходит в голову. Наверное, так бы, может быть, я ее назвал. Да, потому что, знаешь, моя бурная молодость, работа в этой сфере. Ну, порой я был в каких-то таких ситуациях, даже, наверное, не столько связанных с работой, сколько вот просто с образом жизни, что на следующий день просыпаюсь, я понимал, блин, я вчера реально мог погибнуть. И вот, наверное, именно поэтому я бы так эту книгу не назвал. Это были бы просто мои мемуары. Это было бы не про сферы, это было бы просто про мою жизнь. Я бы, наверное, именно так ее и назвал. Давай так отвечу. Будет такое рок-н-ролльное... Это будет точно рок-н-ролльная какая-то биография, 100%. Так, ну, давай, Блиц. Назовите вашу самую характерную черту. Самая характерная черта моя. Блин, доброта, как ни странно, сегодня уже про это говорили, но как будто вот она меня максимально характеризует. И это мне порой мешает в работе, кстати, доброта, потому что порой тебе надо расхерачить каких-нибудь подрядчиков, которые просрали всевозможные дедлайны, задержали там мебель. Ноги свешивают сверху. Да, свешивают ноги сверху, а я вот типа не могу, но я этому учусь. И у меня, мне кажется, это начинает неплохо получаться, но вот моя доброта это такое ключевое качество. Какие качества вы больше всего оцените в женщине? В женщине чувство юмора, потому что если у женщины не чувство юмора... Чтобы она понимала, чтобы она могла шутить. У моей женщины с этим все прекрасно, слава богу. Вот если у женщины не чувство юмора, у нас с ней ничего не получится. Тоже доброту, в женщине должно быть много любви, мне должен быть хороший музыкальный вкус. И она не должна быть глупой. Да, это вообще... Она должна быть интересной. Она должна быть бесконечно красивой, но если она будет глупой, то даже... 100% неинтересна абсолютно. Что вы больше всего оцените в своих друзьях? В своих друзьях я ценю, наверное, какую-то вот эту тоже рок-н-ролльность, безбашенность за то, что они могут поддержать какой-то кипиш и тоже не бояться ничего. Боятся умереть. Они тоже не боятся умереть, погибнут где-то на тусовке, поэтому, да, своих друзей я люблю за свою смелость и за то, что я знаю... У меня не много друзей, но те, которые есть, они действительно близкие, я знаю... Я ценю за то, что с ними можно поговорить о чем угодно, и на них не страшно положиться, не можно довериться. И они подставят себя, знаешь, как бы небанально звучало свое плечо, если что-то пойдет не так в твоей жизни. Что является вашим главным недостатком? Моим главным недостатком являются мои вредные привычки. Алкоголь и курение. Я с этим борюсь, это я бы в себе изменил, интеллект, с радостью, потому что даже здесь я сижу, я не могу без этой вот дурацкой курилки провести там лишний час. Если не надо бороться со средним привычками. Я приходил к этому, что типа оставлять себе какую-то слабость. Понятное дело, что типа не уходить во все тяжкие, но оставлять себе какую-то слабость. Ты знаешь, я здесь с тобой соглашусь, потому что, во-первых же, это можно назвать просто гедонизмом, и в целом тогда гедонизм не является проблемой, что такого плохого в образе жизни, когда ты просто любишь эту жизнь. Здесь супер соглашусь с тобой, что все должно быть в меру. Поэтому, может быть, да, дело не идет в борьбе не в том, чтобы прям прекратить все полностью и там расслабляться и так далее, а, наверное, иметь именно в этом меру и понимать, где проходит та грань, когда пора остановиться и поехать домой. Вот этому я сейчас как раз начинаю учиться. Культуру алкоголизма надо в России... Культуру алкоголизма в России нужно точно воспитывать, это факт. Какое ваше любимое занятие? Музыка? Мое любимое занятие, ну, наверное, я правда люблю слушать музыку, и, ты знаешь, я люблю проводить время с любимым человеком. И там как будто неважно, что делать вам. Все равно. Вот вы вместе, вам классно. Это от лежать на диване до путешествия какой-то безумной отправиться всегда классно. Вот с любимым человеком мне хорошо. Что такое счастье? Когда любимый человек рядом. И когда ты реализован, наверное, в этой жизни, когда ты... блин, сейчас я в ступор, знаешь, такой впал. Счастье вообще из многих аспектов складывается для меня точно. Когда ты в гармонии с собой, когда ты себя, уже говорили сегодня, когда ты себя не наебываешь. Когда ты честен с собой, и ты действительно понимаешь, что эту работу я люблю, этого человека я люблю, люди вокруг правильные, мне классно, вот тогда ты счастлив, мне кажется. Мне очень понравилась цитата Юрия Никулина по поводу счастья. Он сказал, что счастье – это когда ты утром очень хочешь на работу, а вечером очень хочешь домой. Вот если как... Вот примерно так, наверное, и есть. Да, если одна из этих ступеней хромает, то что-то надо менять. Ты знаешь, когда я поймал, я себя недавно поймал на мысли, что я на своем месте нахожусь в плане работы, когда я понял, что мне не лень поехать на работу в воскресенье? Мне надо было здесь оказаться, я понимаю, что это меня не гложет, потому что это не та какая-то рутинная история про офис, куда вот мы ходим, люди ходят, точнее, другие с 9 до 6, и они отсижу от звонка до звонка, я действительно стал моим образом жизни. Поэтому как раз, знаешь, к предыдущему разговору про выгорание, мне даже, кайф, сейчас что-то может поделать дома, если это не нарушает мой покой и отдых. Поэтому вот здесь, наверное, в этом плане, да, есть гармония, и это тоже... можно дома с ноутбуком поработать еще, да? В целом я могу, да, и если это будет в кайф. Если это не что-то, вот тебе сказали, прям срочно, сию секунду пришли, но это если ты понимаешь, что это что-то для развития общего тебя и дела, или будущего предприятия, то почему бы нет, правда? циферки в бюджета, я не люблю, это моя не самая сильная страна. У меня тоже. Я пытаюсь в этом разобраться, особенно сейчас, мне это в ближайшее время сильно понадобится. пытаюсь... На самом деле, если разобраться, то оно все просто. Ничего сложного, я не люблю рутину, и я не усидчивый, поэтому вот эти мне лень всегда с таблицами. Что считаешь самым большим несчастьем? В жизни? В жизни. Я думаю, что это потери близких. Я очень боюсь смерти, и я думаю, что ничего страшнее этого не может быть точно. Ну и если не говорить так глобально, раз уж у нас профессиональное интервью про работу, наверное, разрушенная карьера. Вот, наверное, разрушенная карьера, это тоже страшно, порой больно смотреть на людей, которые чего-то добились, были на верхушке, или у них был какой-то классный бизнес, может быть, ресторанная группа, а потом они все это просрали. А просрали или из-за гордыни, или из-за чрезмерной какой-то веры в себя, или из-за вредных привычек, так часто бывает. Алкоголь, наркотики часто портят, или порой человек просто в будущем состоянии выпал из окна, у него в жизни все было классно. Вот это страшно. Что ты больше всего ненавидишь? Ненавижу... Я ненавижу охуевших людей наглых. Вот это мой главный триггер. С детства у меня аллергия на таких людей, меня... Я обхожу прям таких людей страной, и когда нарушают личное пространство, вот здесь прям я сразу нет. Я не вступаю никогда в конфликты, я теряюсь, когда такое происходит, когда встречаю таких людей, я просто ухожу. Какой суперспособностью из там Marvel, DC, если бы я хотел обладать? Я иногда думал об этом, я бы, наверное... Слушай, их как будто несколько... Наверное, бессмертием. И, наверное, что-то типа... В детстве я хотел бы почему-то невидимкой. Чтобы, знаешь, это было какое-то, чтобы там в банк можно было зайти, вот что-то такое, взять там немного золота. Наверное, сейчас, если брать единственную, я бы хотел молниеносный телепорт, вот, знаешь, молниеносно перемещаться на большие расстояния. Это, например, оказаться в Бангкоке за минуту, а не лететь 10 часов в самолете, потому что это как раз про мою неусидчивость, и я ненавижу ждать. То есть для меня какой-то долгий перелет это просто сущая каторга и испытания, поэтому вот я бы хотел, да, такой раз, и на Бали. Сказочно. Да. На сказочном. На сказочном, да. В какой стране я хотел бы побывать? В которой еще не побывал? Я так понимаю, ты много где был уже? Был, ну, достаточно, но не так много, как хотел бы. Япония-Токио, это вот прям моя мечта, и надеюсь, что через одно путешествие это сложится. Я прям на цель попасть туда. Индонезия на Бали. Я лечу, у меня уже есть билеты, а Япония прям страна моей мечты. Сейчас, конечно, это там дороговатая поездка, поэтому она откладывается, но я надеюсь, что в скором времени я хочу туда побывать, удастся там побывать, потому что Токио, это, конечно, какая-то другая вселенная для меня. Но в целом город, я безумно люблю аниме, мультики, всю эту культуру, еду, образ жизни, стиль одежды, мне это прям все очень близко. Поэтому да, вот я мечтаю побывать в Японии. Круто. Ну и последний вопрос. Какой твой девиз по жизни? Мой девиз по жизни, вот я сейчас прям задумаюсь, потому что как будто их несколько. Знаешь, один из девизов у нас в офисе Lucky Group висел такой плакат хороший, хули думать надо делать. Вот. Это хороший девиз. Действительно, иногда порой мы очень много внимания каким-то своим мыслям придаем и значение. То есть порой мы думаем, что-то гоняем, а как будет лучше, а надо просто попробовать. И последние пару лет я стараюсь жить, знаешь, по каким девизам, просто чаще говорить да, открывающимся возможностям. Вот есть такой фильм с Жимом Керри потрясающий, всегда говори да, но там это все совсем иногда в перебор уходит, поэтому, наверное, всему в этой жизни да, не надо говорить, но каким-то возможностям пробовать иногда лучше пожалеть о том, что ты не сделал, чем о том, что ты сделал. Спасибо. Спасибо тебе. Рад был пообщаться. Теперь кофе. Теперь кофе. Я как будто какой-то суперскучный интерьер, мне кажется, интервью не было. Нет, ну там выход